Россия известна своими суровыми зимами, особенно в ее северных широтах, где температура воздуха достигает 50 градусов Цельсия ниже нуля. Однако всем известно, что не так страшен сухой мороз, как ветреная или сырая погода при минусовых значениях атмосферного воздуха. Поэтому, когда среди синоптиков заходит разговор о холодной зиме, то в большей части имеется в виду не только мороз, но и осадки, ветер и прочие явления окружающей среды. По данным Гидрометеоцентра, очень холодными зимами в России считаются зимы 1640, 1940 и 1941 годов. Температура воздуха в центральной России достигала минус 40 градусов, но вместе с тем пронизывающий ветер выдувал остатки тепла из самых укромных уголков. В то время пострадали не только люди и животные, но и вымерзли многие фруктовые деревья, из-за чего снизились урожаи. Но если в 1640 году выпало много снега, то в 1940 году его количества не хватило, чтобы в полной мере прикрыть зимы. Зато жителям Якутии и такие температуры нипочем. Их не удивишь и 60-ти градусным морозом, потому как столь низкие температуры для них привычное обыденное явление. Однако в 1964 году нервы местных жителей пощекотал мороз в 72,7 градуса. Такая температура держалась около недели. Многие люди не смогли работать в нормальном режиме, так как из-за столь сильного холода были повреждены линии электропередач, а у некоторых даже не получилось выйти из дома, поскольку двери и замки оказались такими замерзшими, что не двигались. Не особо радует россиян и зимы 21 столетия. Особо холодными были зимы 2003, 2006, 2010, 2011 и 2016 годов. Несмотря на то, что сильно морозными были в сумме всего 2-3 недели в году, они весьма тормозили размеренный ритм жизни жителей России. Многие ученые постоянно твердят о глобальном потеплении, которое может привести к глобальным катастрофам. Однако русская зима редко удивляет теплой погодой. На этом все. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, ставьте лайки. Вас ждут много интересных видео. До новых встреч!